Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Slava United и, как и обещал, я хочу обсудить эту проблему с отстранением из-за допинга российских спортсменов, вернее России, от международных соревнований. Ну, вообще, конечно, я уже много высказывался, когда вот этот первый был скандал, и сейчас хочу сказать, что, в принципе, всё это показывает несовершенство мировой антидопинговой системы. То есть, на мой взгляд, вообще эта вся система нуждается в реформе. Понятно, что у нас там всё, не слава богу, это с нашими чиновниками во многих сферах, не только в спортивной, можно, в принципе, это понять. Другое дело, что у нас нет даже какого-то стремления, я не вижу предложения реформировать эту систему. Как нужно реформировать ВАДА вообще? Во-первых, в правлении ВАДА должны присутствовать представители всех, ну, по крайней мере, крупных спортивных держав. Китай, Россия, США, Великобритания. Сейчас, посмотрите, кто там присутствует. По сути, там присутствуют только западные страны и подконтрольные им. То есть, там, председатель ВАДА, там, поляк, к примеру, да, или ещё что-то. То есть, я не понимаю этого. Почему наши так спокойно это всё воспринимают? То есть, за всем спортом надзирает Америка, по сути. Ну, то есть, это же глупо. Как можно отдавать контроль над всем спортом своему заклятому сопернику? Это же глупо. Естественно, они себя так не будут проверять, как они проверяют нас. Я абсолютно уверен, что следующим шагом в развитии допинга, ну, вернее, допинг-контроля, должно быть создание независимого антидопингового агентства. То есть, действительно, в правление, которое входит все страны. То есть, допустим, американцев проверяем мы, а нас проверяют американцы. Это будет справедливо. Тут всё чисто, там всё чисто. Претензий никаких. А то сейчас, ну, следующий шаг — отмена терапевтических исключений. Я не понимаю, почему отдельные люди могут принимать препарат от астмы, который является допингом, а другие не могут его принимать. То есть, это же глупо. Если спортсмен — астматик, предположим, да, то он, ну, почему он должен... Этот спортсмен должен быть всесторонний, готов. Но если у него нет здоровья, то какой смысл? Зачем он участвует в соревнованиях? Пусть тогда либо ему полностью запретить приём этого препарата, либо сделать его разрешённым для всех. Неважно, астматик он или не астматик. Ну, нарисуйте мне справку, что я астматик, да, и я тоже буду принимать допинг. Это же глупости какие-то. Или посмотрите там на этих американских гимнасток, которые принимают препарат для концентрации перед выступлением, якобы потому что у них синдром там какого-то рассеянного внимания. Но если у тебя синдром, то ты вообще, ну, не должна выступать, значит, ты больной человек. Или тогда разрешите приём этих препаратов всем спортсменам. Вот это должно быть справедливо. И самая главная реформа, которую наши должны продвигать, вообще полностью, полная реформа ВАДА. Но есть один огромный классный плюс, которым мы должны воспользоваться. Я считаю, что мы должны воспользоваться. Понятно, что, скорее всего, евро будет нормальным. Ну, то есть для сборной России евро будет как евро. А вот чемпионат мира там не допустят, потому что это соревнование под эгидой FIFA. FIFA подчиняется ВАДА полностью и полностью исполняет все рекомендации ВАДА. Вот. И есть одна такая штука, которая может нам очень сильно помочь. Это прежде всего то, что мы будем под нейтральным флагом. Если отберёмся на чемпионат мира, будем там выступать под нейтральным флагом. Или же даже на отборе могут нас уже лишить флага. Если это будет не сборная России, можно придумать вообще отличную хрень. Типа, ну, это будет просто команда FIFA с участием спортсменов из России и добавить к ним футболистов, которые не пробились сборной своих стран. То есть, допустим, сколько вот бразильцев, к примеру, пролетает мимо сборной, испанцев, немцев. Их взять в эту команду. Вот если это пролоббировать, ну, чтобы это была не сборная России, ну, что сборная России, она всё равно ничего не выиграет. А вот поболеть за команду такую интернациональную, в которую будут ещё и наши спортсмены, вот это будет прикольно. И это будет классно и для тех спортсменов, которые играют в слишком сильных сборных и просто не могут пробиться. Ну, вспомните, там сборной Германии, допустим, Лерой Сане как-то не попал, потому что у немцев состав такой мощный, и Аким Лёв его просто не знал, куда засунуть. Вот, а в этой сборной будут играть все лучшие, включая наших. Ну, допустим, там Головин, там Миранчук, кто-нибудь ещё. Вот они будут играть за сборную России. Плюс в этом составе окажутся мировые звёзды, которые просто не смогли пробиться на турнир. Сколько французов пролетает мимо турнира, сколько пролетает там тех же самых голландцев, бельгийцев и так далее. Можно собрать суперкоманду. И вот я абсолютно уверен, что вот эту штуку надо сейчас лоббировать. И чемпионат мира 2022 года будет суперинтересным, если там будет играть вот такая интернациональная сборная, впервые в истории, да. Ну, пусть этому поспособствовал допинговый скандал. Флаг, ты, господи, ну, конечно, здорово было бы выступить под российским флагом. Но раз нам не дают выступать под российским, давайте обратим эту ситуацию в свою пользу. Давайте просто возьмём и под флагом FIFA соберём команду, которая не была ещё никогда в истории. Вот, мне кажется, что такое предложение нужно поднять и необходимо, ну, как-то... Я думаю, FIFA пойдёт навстречу, а чё? Это добавит зрелищности турниру, во-первых. Во-вторых, ну, там же нет, если флаг нейтральный, значит, гражданство России, оно не обязательно. То есть можно пригласить кого угодно и в виде команды FIFA, допустим, многие, наверное, захотят... Ну, просто захотят поучаствовать в чемпионате мира. С спортсменом это в кайф. И особенно сыграть против своей сборной. Представляете, вот, допустим, там, невызванный в сборную Франции какой-нибудь Бензима забьёт Франции и скажет, вот вы меня не взяли, а я, а я, а я-то топчик. И за этим будет очень интересно следить. Это будет просто из худшего чемпионата мира в истории, пока по организации там очень много вопросов в этом Катаре. Он будет просто одним из самых интересных. Вот, на мой взгляд, этим нужно воспользоваться. По поводу же спортсменов, ну, они же могут поехать в нейтральном статусе на любые соревнования. Да, опять-таки, без флага. Но, значит, на работу наших чиновников флага не заслуживает. Ну, это правда. Раз применяются какие-то... Ну, я не знаю, конечно, были ли там эти махинации. Или это западная пропаганда, что вот русские такие бесчестные и мухлюют. Я, конечно, могу допустить всё. Я не хочу оправдывать никого конкретно. Но считаю, что надо пользоваться... Вот любую херовую ситуацию нужно обращать себе на пользу. Неважно, как там было. Если у нас всё было реально херово и у нас реально там мочу меняли через дырку, то надо понять, что в современном мире такие приёмы уже не работают. И надо понимать, что надо систему всю подготовки спортивной реформировать. То есть возвращать какие-то элементы из советской системы подготовки. Потому что, если сейчас посмотреть, ну, реально же спортсмены... Да даже элементарно. Вот в школьных спортзалах у нас нет зрительных мест. Что это за бред вообще? Ну, как можно строить даже спортивный зал в школе без трибун? Я вот это никогда не понимаю. Новую школу откроют, и там тупые стены с двух сторон. Думаю, ёлки-палки, у вас спорт для кого вообще? Спорт для зрителей должен быть. С этого надо начинать. В школе надо строить с трибунами, ну, не 50 тысяч вместимость, конечно. Ну, хотя бы 4 ряда поставить, сидений. Чтобы там могли, ну, смотреть хотя бы на школьные соревнования, прививать эту культуру не только спорта, но и популярности спорта среди людей. Чтобы люди смотрели там, как играют их одноклассники или кто-то. То есть это самое элементарное, что можно и нужно сделать. Далее, ну, наверное, наверное, что касается там допингов, вот я говорю, реформировать ВАДА полностью. Потому что то, как эта ВАДА существует сейчас, она действительно очень удобна для наших чиновников сказать, это заговор Запада. И кто-то в это, правда, поверит. Потому что это реально может выглядеть как заговор Запада, если посмотреть, кто в этой ВАДе заседает. Поляки, которые не любят Россию, там, американцы, Великобритания, ну, Европа западная. Естественно, очень легко Соловьевым и Киселевым манипулировать народом и говорить, это все, это все козни Америки проклятой. Это все Запад мстит за независимую политику России. И простые люди, которые не разбираются, там, не вникают во все, они же в это верят. Им сказал по телевизору Соловьев, что это все вина Запада. Они верят, что, ух, проклятая Америка, ух, кознемуся, а бамка там, наверное, все дотянулся. Вот, и поэтому здесь, если ВАДа была бы при этом независимой, там были бы наши руководители, мы бы не отвертелись, мы бы не сказали, а, американцев просто не ловят на допинге. Это только наших ловят специально, заговор. А если бы там были наши, ну, можно, ну, никто бы так уже не мог сказать, типа, а почему мы не ловим американцев, потому что американцы все чистые, а это только наши грязные принимают допинг. Вот в чем дело. То есть, почему еще нужна реформа ВАДа, чтобы не было возможности обвинить, там, мир в заговоре против России? Если только этого заговора, действительно, нет. Вот, мы ничего не знаем. Это обсуждение с такого обывательского уровня. С простого. Не знаю, с чем из того, что я вам сказал, вы согласны, с чем не согласны, но в любом случае, пишите в комментариях, ставьте лайки, если согласны, подписывайтесь на канал. Ну, и я надеюсь, что все-таки какие-то вещи из тех, что произошли, пойдут на пользу России. И хочется, чтобы нашим спортом, нашими, ну, какими-то вот такими проблемами, да, руководили те люди, которые в этом шарят, профессионалы. Пусть они будут не всегда говорить какие-то удобные вещи, но пусть они во благо России работают на международной арене именно с профессиональных позиций, а не какие-то дилетанты там сели и все развалили. Вот этого бы не хотелось. Мне бы не хотелось видеть спортсменов в Государственной Думе, спортсменов, которые этого не заслуживают. Есть думающие спортсмены, действительно, а есть те, которые, ну, вот просто, просто спортсмен, давайте посадим его в Государственную Думу. Я хочу, чтобы все-таки наши депутаты, это были не просто, ну, как спортсмены, как медийная рожа, вот, пожалуйста, пусть он идет. Все-таки хочется, чтобы депутаты были, ну, так скажем, людьми более, что ли, прошаренными в других сферах. А вот те депутаты, которые являются спортсменами, может быть, им как раз заняться работой с спортивными чиновниками, потому что они в этом разбираются все-таки, они знают, какая нужна подготовка спортсменам, да, как-то вот это контролируют. То есть, я не говорю всех гнать, но как-то перераспределить более правильно, возможно. Я думаю, что все у нас будет хорошо, я не думаю, что надо делать трагедию, подумаешь, отстранили, ничего в этом страшного нет, и надо обратить эту ситуацию себе на пользу. Если этого не будет сделано, ну, я очень удивлюсь, надо хотя бы попытаться, надо хотя бы с некоторыми предложениями, мне кажется, которые были озвучены в видео, ну, кому-то они, может, покажутся бредом, но думаю, что если люди думающие, они найдут зерно истины в этом. Большое спасибо вам за просмотр, всего самого хорошего, удачи и пока.